Прыгнул на деревенской речке с трамплина и ударился головой о дно, рассказывает Станислав Филатов. Мужчину спасло только то, что рядом оказался друг, который вытащил из воды. Ничего не двигалось у меня. Вот так как-то барахтался, барахтался, пока друг меня не перевернул на спину и не вытащил на это. Только вот один палец на большой ноге шевелился и все. Станиславу еще повезло, говорят врачи. Травма спинного мозга была средней тяжести. Теперь, чтобы снова начать нормально двигаться, потребуется длительная реабилитация. Но нередки случаи, когда после так называемой травмы ныряльщика люди становятся инвалидами. Идет травма из спинного мозга. Отсюда очень достаточно грозные последствия. Это обездвижение пациента, это нарушение функции дыхания, внутренних органов, пролежни, постоянно требуются перевязки, постоянно необходимо промывание мочевого пузыря, клизмы очистительные делать. То есть это очень сложная ситуация, когда в принципе жизнь этого пациента и в принципе все семьи делятся на до и после. Ежегодно через нейрохирургическое отделение только больницы Пирогова в Самаре проходит несколько десятков человек с травмами шейного отдела позвоночника. Чаще всего это мужчины до 40 лет, которые отдыхали на природе и в состоянии алкогольного опьянения проявляли внезапный героизм. В этом году погода жаркими днями самарцев не балует, поэтому статистика пациентов с травмой купальщика снижается. По статистике мы видим все-таки некое снижение травматизма. Если ранее это было за сезон где-то 25 пациентов к нам поступало, ну в районе 25 плюс-минус, то скажем вот прошлый год и 15-й год это где-то 10-12 пациентов поступают к нам в клинику. Медики настоятельно рекомендуют внимательнее выбирать места для купания и заходить в воду ногами, а не головой. Если же трагедия уже случилась, пострадавшего нужно вытащить из воды и положить на ровную поверхность до приезда скорой помощи. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Субтитры создавал DimaTorzok